МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кухаев Денис Олегович, начальник отдела технического мониторинга деятельности Департамента технического совершенствования платежных систем акционерного коммерческого банка. Родился в 1996 году в Ташкенте. В 2018 году окончил Ташкентский профессиональный колледж информационных технологий. В настоящее время является студентом третьего курса Ташкентского финансового института. Я начальник управления технического сопровождения бизнеса в Капиталбанке. Родился в 1996 году в Узбекистане, в городе Ташкенте. С самого детства проживаю на территории данной республики, и этому очень рад. Обучался в школе, проживаю в узбекской Махале, чему, опять же, повторю, что очень рад, так как Махаля помогает мне развивать узбекский язык, познавать его лучше и лучше. Далее обучался в колледже информационных технологий, работал в компании Клик. После компании Клик перешел в рекламное агентство, как ни странно, да, бывают люди, что работают по одному направлению, но у меня получается разница. То есть там был финансовый сектор, а тут уже реклама. После рекламы вот перешел в Капиталбанк в 2018 году и по сегодняшний день работаю здесь. Почему вы сменили свою сферу деятельности? Причиной смены направления было то, что я захотел что-то новое познать. Реклама, все же, было рекламное агентство, чтобы вы понимали, это не только реклама, это организация мероприятий, это какие-то ивенты, дни рождения, свадьбы, различные акции, выставки. Это интерес, это общение с людьми, там нет каких-либо ограничений, там много общения, что меня привлекает. После рекламы все-таки я понял, что нужно принимать какое-то серьезное решение для себя, для того, чтобы расти выше, создавать для себя карьеру, развиваться. В связи с этим я подумал и решил, думаю, давай-ка я вернусь в финансовый сектор и попробую себя в банке. Подал резюме и вот я здесь, на сегодняшней работе. Как вы устроились на работу в банк? Через знакомых? Нет, на тот момент, когда я устраивался в банк, у меня ни одного, вообще ни одного знакомого не было в банке. Во все знакомые тоже так же спрашивали, говорили, как так, в банк невозможно устроиться, если у тебя нет знакомых. Ну, вот, я живой пример, на самом деле, действительно, я принес резюме. Я очень долго не мог устроиться, потому что не было свободных вакансий, но на тот момент открылся новый филиал, филиал розничного бизнеса «Капитал-24». Я подал резюме, устроился туда на работу, на должность инкассатора. В «Капитал-банке» большое количество терминалов самообслуживания, вы знаете, наверное, такие желтые и фокеозки, которых, возможно, оплачат какие-либо услуги, за телефон, за коммунальный. Вот я туда устроился, на должность инкассатора. Мы проводили инкассацию, собирали деньги в состав, с данных аппаратов привозили в банк. То есть с той должности у меня все и началось. Какие качества должны быть у банкира? Качества, какие должны быть у банкира, я думаю, в первую очередь, это должна быть честность. То есть почему? Потому что в любом случае банкир работает с денежно-свыслами, это карты клиентов, это деньги наших, опять же, клиентов. В первую очередь, если он будет честным, я думаю, что у него как минимум начало будет. То есть у нас в банке есть принципы – это честность и неподкупность. То есть один из факторов, который действительно нужен сотруднику, которому хочет устроиться на работу в банк. Правдиво ли утверждение, что банкиры – богатые люди? Ну, так сказать, вообще по статистике финансовый сектор и сектор страхования более высокооплачиваемы. Почему? Потому что он есть финансовый сектор, он сам о себе и говорит. То есть он финансовый. А банкиры, в свою очередь, они понимают ценность денег, они понимают, как с ними обращаться, они понимают, как говорится, деньги должны делать деньги. И банкиры это знают. Какие финансовые привычки вы изменили после того, как начали работать в банке? В первую очередь, я перешел к привычке того, что у меня практически нет наличности в кармане. Все мои деньги, все на карте. Во-первых, это очень удобно, то есть ты не нотишь с собой никакие бумажки, ты их не потеряешь. Даже если ты карту потерял, ты можешь перевести к денежной станции на другую свою карту или, там, не знаю, взять другую. Я стал понимать, как правильно нужно обращаться с деньгами, как правильно ими управлять. Потому что до прихода в банк, ну, я относился к деньгам так, а, ну, на, да, надо, на, купи, надо, на, купи. То есть, а, сегодня нету, ну, ладно, нету, нету. Как бы, во-первых, был молод еще на то время, да, то есть, был совсем подростком, можно сказать. А сейчас уже более взрослый же, понимаешь смысл, что нельзя тратить деньги так, что завтра их не было. Поэтому, я думаю, вот эти моменты во мне изменили. Ранее я был более вспыльчивым, я был, а сейчас я более сдержанный стал. Какое качество помогло вам пройти путь от инкассатора до начальника отдела? Я думаю, что целеустремленность и отсутствие боязни получить что-то новое и сделать ошибку. Почему? То есть, сейчас наше новое поколение, подрастающее, они все боятся сделать какие-либо ошибки или подойти к какому руководителю, к своему какому наставнику, возможно, спросить, что, как это сделать, потому что не получается. На тот момент я не боялся, я подходил к любому сотруднику, который выше меня по должности, возможно, или больше меня работают в банке. Я подходил и спрашивал, говорю, слушай, у меня вот это вот не получать, как мне сделать? Мне объясняли. Если я не запоминал с первого раза, подходил второй раз и уже записывал. Запиши для себя досконально каждый шаг, как правильно делается. Соответственно, в дальнейшем ты сможешь открыть тетрадку, посмотреть, почитать. О, вот так нужно сделать и как бы, соответственно, записать, ну, выполнить эту работу. Соответственно, я не боялся подойти не только к своим коллегам, там, по отделу, там, в соседнем другом коллегам. Я не боялся подойти к управляющим, главному бухгалтеру, возможно, после роста и перехода в головной офис, я не боялся дойти до зампреда и уточнить. То есть, ходил и говорил, помогите, пожалуйста, я не могу сделать вот это, подскажите. Так как данный человек уже рос до должности именно заместителя председателя правления банка, соответственно, он знает больше меня и он разбирается лучше меня в этом направлении. Соответственно, он помогал, я дальше и дальше двигался. Вы не боитесь субординации? Я не то, что не боюсь субординации, я соблюдаю субординацию, но я прихожу за помощью. Я не прихожу к руководителю с претензиями, что я не сделал или он мне не помог что-либо сделать. Я прихожу за помощью, соответственно, человек, который понимает, что к нему идут за помощью, он помогает и он понимает, что данный сотрудник, он старается вырасти, старается какую-то проблему решить для того, чтобы бизнес или банк становился лучше. Соответственно, руководитель помогает, ну и, соответственно, руководитель сам понимает, каким растет этот сотрудник, как он себя ведет в обществе, как он ведет себя с коллегами своими и как он вообще добивается своих целей. Можете ли вы рассказать историю, которая сделала вас таким храбрым? Я изначально сам по характеру такой, который добивается своих целей, хочет вырасти выше, получить что-то новое. То есть я никогда не останавливаюсь на достигнутом, потому что, ну, изначально давайте возьмем мою карьеру, да, я пришел, опять же, повторюсь, инкассатором сюда в банк. Я после инкассации стал совмещать должность инкассации с техником, то есть это техническое обслуживание, инфокиосков самообслуживания. После инфокиосков я перешел на обслуживание банкоматов. Там уже должности инкассатора нет, так как инкассацией занимается касса. Я перешел на обслуживание, техническое обслуживание банкоматов. После данного момента Капиталбанк увеличил свое количество банкоматов в разы, да, И один из заместителей председателя правления сказал мне такие слова. Слушай, сейчас некого пока закрепить за банкоматами, давай ты временно будешь исполнять и как бы следить за ними. Я сказал, ну хорошо, давайте. У меня был мой коллега, который работал на несколько лет больше меня, он был по возрасту старше меня. Я хотел, чтобы, точнее даже не хотел, я думал, что руководителем направления будет, куратором данного проекта будет все-таки он. Ну, меня назначили временным, я стал просить его, ну не просить, может быть, говорить ему, говорить, давай попробуй ты вместо меня, потому что ты больше меня работаешь, ты больше меня знаешь, давай ты. Но он отказался. Я подумал, ну хорошо, отказался он, значит не получится так, что я его перепрыгнул или как-то сдвинул в сторону. Соответственно, я решил, думаю, ну давай попробую я, почему нет. Взялся, да, там было увеличение банкоматов на тысячу единиц, вот на тот момент банкоматов у Капиталбанка было 100, плюс докупили тысячу. Для меня это было прям, не знаю, огромное количество, потому что изначально я как бы не работал с банкоматами, я не знал, что это такое. В целом, когда я в банк пришел, я, чтобы вы понимали, я о банке знал, вот прям минимальное количество информации было у меня, я не знал о банкоматах абсолютно, можно сказать, ничего. Когда я пришел в банк, я вот тогда начал изучать, то есть что такое инфокеоз, что такое банкомат, то есть я просто стал брать книги, читать, интернет изучать, что, зачем, почему и для чего это нужно. Соответственно, когда мне дали тысячу банкоматов, я решил, что ну я так я, попробую, не смогу, ну и ладно, значит попробую себя в чем-нибудь другом. Ну и вот попробовал, сначала я был ведущим специалистом, далее перевели меня на должность начальника отдела подразделения именно курирующего банкомата. У меня был мой директор департамента, который курировал мое подразделение, направлял меня, обучал меня, подсказывал, какие шаги мне правильно делать, потому что он также работает в банке больше меня, намного больше, человек, который практически, можно сказать, ну может быть, с начала банка, как он открылся. Поэтому он знает больше, чем меня информацией владеет, соответственно, я у него спрашивал советы, получал советы, далее двигался по карьерной лестнице. Ну и, соответственно, в моменте, когда мы доросли до определенного статуса, до расставили определенное количество банкоматов, мы поняли, что для банкоматов нужно отдельное подразделение, которое будет заниматься только обслуживанием именно техники самообслуживания. Соответственно, мы совместно с правлением банка обсудили, вышли на высшее руководство, наблюдательный совет, утвердили у них мое подразделение, которое будет заниматься только обслуживанием самообслуживания банкоматов, терминалов, инфокиосков. На сегодняшний день у меня в распоряжении, так можно сказать, 1200 банкоматов, 1200 инфокиосков самообслуживания и больше 20 тысяч терминалов. Парк большой, работать с ними интересно, соответственно, я всегда стараюсь улучшить себя, я стараюсь добиться каких-то новых целей от того, что, не знаю, там, мы расставили тысячу банкоматов, я не остановился на достигнутом. Мы стали перемещать банкоматы с места на место, мы стали увеличивать объем транзакций, мы стали больше предоставлять услуг клиентам, населению для облегчения их жизни. Какие инновации, связанные с искусственным интеллектом, будут внедрены по вашему направлению в банковской сфере в ближайшие пять лет? Наш банк начинает использовать искусственный интеллект в плане планирования и загрузки денег в банкоматы. То есть, ранее, если люди это планировали, считали, сколько нужно, в какой банкомат загрузить денег, а сейчас это будет планировать уже искусственный интеллект, система, исходя из исторических данных. То есть, она будет определенный период накапливать информацию, к примеру, там, месяц, два или три. И, исходя из этих данных, исходя из выходных, там, соответственно, будет вбиваться календарь, выходные дни, праздничные дни. И, соответственно, исходя из этих данных, искусственный интеллект будет планировать количество и сумму загрузки денег. То есть, вот в этом уже, как бы, робот, можно так назвать его, заменит человека. Почему вы заинтересованы в вашей должности? Человек, который любит общение, которому интересно помогать людям, нравится помогать, нравится делать что-то новое, придумывать что-то, реализовывать какие-то интересные проекты, общаться с партнерами с зарубежных стран, перенимать их опыт или, наоборот, делиться своим опытом с ними. Соответственно, мне это интересно. Исходя из того, что я закончил информационный колледж, соответственно, там, техника, железки. Я изначально, вообще, когда был в колледже, участвовал в Олимпиаде по, так называлось, была выставка «Банк Экспо». И на этой выставке участвовали учебные заведения, то есть, там, сборка компьютера, сборка локальной сети была. Мне это было интересно, я всегда, там, все три курса участвовал в сборке локальной сети. И два года мы занимали первое место. Соответственно, как бы, исторически так сложилось, что техника мне нравится, мне нравится этим заниматься. Соответственно, если в банке есть техническое направление, мне нравится это. Здесь я совмещаю интерес общения с людьми, я совмещаю интерес получения что-то нового, изучения что-то нового, делюсь опытом своим, получаю опыт от кого-то с других стран, возможно, от других банков, да. Ну и, соответственно, совмещаю свой интерес или хобби, то, что мне нравится, работать с техникой. В чем ваша самая большая сила и самая большая слабость? Моя большая сила, даже не знаю, назвать ли это силой, я думаю, что сила у меня в том, что я люблю свою работу, я люблю добиваться целей, стараюсь сделать максимально все, чтобы получить то, что мне нужно. Ну, я думаю, что это моя, как бы, сила. Моя слабость, я думаю, что слабость всех, у всех, точнее, слабость – это их родители и близкие. Я думаю, что весь, все люди, в любом случае, чтобы, если бы не случилось с их близкими, они сломаются. Поэтому, ну, я думаю, что это мои близкие. Какой процесс в вашей работе вам нравится больше всего? Возможно, скажу так, мои коллеги, директора или директора других банков, руководители, всегда мне задают такой вопрос. Слушай, ты директор, ты должен сидеть на месте, ты должен руководить и управлять своими сотрудниками. Я не могу так делать, я, ну, не то, что не могу, я любитель самим участвовать в процессе. Сейчас вместе со своими сотрудниками мы выезжаем на места, я сам чиню банкоматы, я езжу на установку банкоматов. Элементарно, мы с ребятами можем выехать, проехать наши установленные банкоматы и просто заменять лампочки там. То есть мне это самому интересно, я получаю наслаждение и удовольствие от всего процесса своей работы. То есть не только, там, сел за компьютер, получил какие-то отчеты, посмотрел какие-то статистические данные, нет. Я получаю от всего своего процесса удовольствие. То есть я такой, что я не могу сидеть стабильно на месте, мне нужно всегда двигаться, мне нужен всегда какой-то ритм. Что значит быть мужчиной? Быть мужчиной, это значит говорить, а потом это делать. Это в первую очередь. То есть, когда человек сказал какое-то слово, прежде чем вообще сказать, человек должен подумать. Если он говорит не думая, ну, не знаю даже, как охарактеризовать данного человека, нужно сначала думать, а потом говорить. Если, соответственно, если ты сказал, то ты обязан это сделать, во что бы то ни стало. У меня есть такое правило, да, что я должен сделать действительно то, что я сказал, во что бы то ни стало. Пусть это будет, может быть, во вред мне, пусть, возможно, это будет финансово мне невыгодно, но я сделаю так, как я это сказал. Говорит, что, ой, извини, я не сделаю, я не буду это делать, искать выходов каких-то, ну, не это не по мне, да, я так не люблю делать, я так не делаю. Это раз. Во-вторых, быть мужчиной, если ты уже создал семью, ты должен нести ответственность за них, полностью помогать, поддерживать и отвечать за свою семью. То есть, если в детстве, допустим, родители за тебя отвечают, то есть это твой папа, то если твои родители уже в пожилом возрасте, то нести ответственность должен за них ты, как сын. То есть, им помогать, максимально сделать так, чтобы твои родители не нуждались ни в чем, чтобы спокойно сидели дома, наслаждались жизнью и делали то, что им нравится, а не то, что им нужно делать. То есть, бывают моменты, что, не знаю, вынуждены некоторые люди, взрослые, пожилые, идти работать, им тяжело ходить на работу, им тяжело ходить там на базар, какие-то что-то делать. Ты должен максимально сделать так, чтобы они не задумывались о том, что им нужно заработать денег, что им нужно пойти что-то купить. Ты должен сделать так, чтобы у них дома в холодильнике были все продукты, которые они захотят попробовать. Или же, если вдруг этого продукта нет, и родители позвонили тебе, попросили тебя приобрести, принести им, ты должен пойти и купить. Какие неписанные законы жизни вы усвоили еще до 27 лет? Быть честным самим перед собой в первую очередь. То есть, не то, чтобы кого-то не обманывать, что-то такое плохое не говорить. Если ты честен сам перед собой, соответственно, у тебя в жизни все будет получаться, все будет успешно, ну и, соответственно, ты будешь добиваться своих целей. Далее есть моменты в жизни, где ты несешь ответственность за своих родителей, за тех, перед кем, или, точнее, кого ты за собой ведешь. То есть, да, это нигде не расписано. Бывает такое, что, возможно, где-то есть люди, которым нужна помощь какая-либо. Да, если у тебя есть возможность, то им нужно помогать. Да, это, возможно, в законах, действительно, это нигде не прописано, что помоги тому, кто нуждается. Но ты для себя осознанно должен в голове и в памяти своей понимать, что если тебе хорошо и у тебя есть возможность помочь тому, то помоги. Я стараюсь соблюдать это правило. Максимально по возможности стараюсь помогать тем, кто нуждается. Потому что мы не знаем, как обернется наша жизнь, мы не знаем, что мы будем делать завтра. Возможно такое, что мы обернемся в того человека, которому нуждается помощь, а тот нуждающийся, наоборот, станет тем, кто будет нам помогать. Когда вы чувствуете себя удачливым? Практически всегда. Честно, практически всегда. Объясню почему. Потому что, я думаю, удача сопутствует всегда. Бывают моменты, что есть, как говорится, зебра. Есть белая, есть черная полоса в твоей жизни. Ну, не всегда она белая, так сказать, но на печальные и грустные моменты нужно стараться смотреть с другой стороны, со всех углов. Нужно стараться с любой плохой ситуацией, стараться найти позитив какой-либо. То есть, возможно, она, эта проблема, не такая глобальная, не такая прямо уж и плохая, как ты ее видишь изначально. Стараюсь радоваться жизни, чем... Жизнь коротка, поэтому от того, что мы будем грустить и думать, что, ва, как плохо, у меня не получается, но оно будет только хуже становиться. С того, что мы будем говорить, что плохо, мы будем угнетать себя. Как вы поняли, что жизнь слишком коротка, чтобы грустить? Да, я понял это не особо, так сказать, в раннем возрасте. Это я понял, когда я был, точнее, я работал, когда я в рекламном агентстве. Были моменты, действительно, когда мне не получалось что-то сделать, когда было что-то плохо. Но я смотрел на других ребят, на других коллег своих, либо партнеров, которые заказывали на какое-то мероприятие. Я смотрел, они радуются, у них все нормально, у них все классно. Я сидел и думал, а почему у меня не так? А почему я не могу радоваться жизни так, как они? У меня есть ноги, у меня есть руки, я живой. Я утром просыпаюсь, смотрю на небо, у меня есть родители. Все нормально. А что грустить? Ну да, ну случилась эта проблема. Ну и что? Завтра-то ее не будет? Или наоборот, ты сейчас вот это сделаешь, и проблема-то исчезнет? Да, исчезнет. А что грустить? Не вижу смысла. Поэтому вот в тот момент как-то я переосмысливаю, сказал, ну да, случилась проблема, ну и ладно. И, соответственно, я с этим ритмом, с этим стимулом живу по жизни дальше. Ваша самооценка высокая? Не то чтобы самооценка высокая. Я просто стараюсь делать то, что мне нравится. Нужно жить, на самом деле, самому, именно делая то, что нравится тебе. Не слушая, не оценивая мнения остальных. Остальным, как я и говорил до этого, может, мне нравится то, что делаю я, но мне нравится то, что я делаю я. И может, мне не нравится то, что делает он. При этом я же не высказываюсь. Я же не говорю ему, слушай, не делай вот так, потому что мне не нравится. А они свою точку зрения высказывают так, что это правильно, это не то, что им не нравится, а то, что нужно делать именно так, потому что это правильно делать. А я не хочу. Сам перед собой я честен. Для своих близких я делаю все, что они захотят. При этом я делаю все, что мне нравится. И меня это устраивает. Чего, по вашему мнению, не хватает современной молодежи? Нашей молодежи не хватает в первую очередь ответственности. Это в первую очередь. Наша молодежь, которая приходит сейчас на работу, вообще здесь имеется, никто не хочет работать, все хотят сразу получать большие деньги, все хотят много зарабатывать, ездить на крутых дорогих машинах, ездить отдыхать за границу, отдыхать. Но для того, чтобы это получать, зарабатывать, это всего добиваться, нужно же быть, иметь какие-то знания, нужно иметь хоть какой-то минимальный опыт. И когда ты берешь, изучаешь проблемы, получаешь советы у своего руководителя, у старшего, ты, соответственно, делаешь вывод для себя, ты понимаешь, что это неправильно, а это правильно, нужно делать вот так. Ну и вот так и получилось, что я набирался опыта у взрослых, старших меня людей, и поэтому я сейчас добился того, что я, смотря на людей, пусть не как-то прям супер хорошо и сразу вижу, но в какой-то мере я понимаю, какой он человек, что он из себя представляет и что он может сделать. Соответственно, так как я работаю в любом случае с молодым поколением, я вижу, что в другие подразделения приходят, молодое поколение, молодежь наша, я вижу, что у большинства нет ответственности. Они в любой момент могут оставить работу и уйти, не сделав какую-то определенную поставленную перед ними задачу. То есть для меня, если поставил руководитель перед мою задачу, во что бы то ни стало, я ее сделаю. Пусть это будет ночь, пусть это будет утро, мне далеко ехать, но я это сделаю. Ну вот, может быть, поколение мы такое, не знаю, может быть, от характера зависит, не знаю, но данная настоящая молодежь, то есть поколение ниже меня, они действительно не совсем ответственны, не совсем ответственно подходят к своей работе и задачам. Ограничивает ли возраст человека? Говорят, что человек, который много знает, быстро стареет. Вы не боитесь этого? Возможно, да, действительно, может быть, такое есть. Если на меня посмотреть, не все могут сказать, точнее, ну, бывает такое, что я некоторых своих знакомых говорю, или незнакомых, только познакомившихся с людей, спрашиваю, сколько дадите мне лет? Не все говорят, что мне 27. То есть и то 27 мне там будет только через два месяца, да? Соответственно, возможно, вы правы в этом, что быстро стареем. Что бы вы посоветовали молодым людям? Мой совет молодежи в том, что не нужно стесняться своих ошибок. Ошибки нужно совершать. Ошибки – это опыт. Нужно делать ошибки и исправлять их. А исправлять, получая мнение старшего поколения, старших по званию или старших по должности, руководителей своих. Не нужно бояться спросить. Я рекомендую молодежи избавиться от чувства страха, чувства страха совершать ошибки и быть более ответственными к работе. Субтитры создавал DimaTorzok